Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». Сегодня у нас в студии вновь гость Ирина Анатольевна Гайворонская, заместитель председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», президент благотворительного фонда «Счастье жизни». Ирину Анатольевну мы хорошо знаем как человека, который является инициатором известной программы «Защитим старшее поколение от мошенников» или, проще, «Сторонники против мошенников». Именно о том, как защитить от мошенников своих близких и защититься самим, мы и поговорим в сегодняшнем выпуске нашей программы. Ирина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и сегодня я предлагаю начать наш разговор с такого достаточно серьезного вопроса, «Как статистика Сбербанка по кибератакам мошенников». Неделя, год. Вот начнем, давайте, пожалуй, с этой информации для наших телезрителей, я думаю, не безинтересной. Вы представляете, Петр, время идет, а мы с вами все о том же, все о том же. И, к сожалению, не видно ни конца, ни края. Но надеюсь, что конец когда-нибудь добудет. Сколько веревочки не виться, да, концу все равно когда-нибудь добыть. И я надеюсь, что вот наши с вами встречи, беседы, вот эти передачи для наших телезрителей, они все-таки несут какую-то общественно полезную значимость. И люди из этого подчеркнут, из того, что мы с вами обсуждаем, они подчеркнут для себя нужную информацию, полезную, которая им поможет. Значит, в предыдущий раз, еще и в предыдущий раз мы с вами говорили о том, что воровство с банковских карточек у нас сейчас стоит на третьей позиции по всем случаям мошенничества у нас в стране. Так вот, есть статистика сберегательного банка, мы в основном говорим о нем, поскольку у нас все социальные выплаты, все пенсии приходят в основной карточке Сбербанка. Сбербанк еженедельно, на данный момент еженедельно фиксирует от 8 до 10 тысяч попыток кражи денег с карточки еженедельно. И в прошлом году более 10 миллиардов случаев было вот таких вот попыток. Вы представляете, сколько атак отражает хотя бы один сберегательный банк? Вот мы тоже предъявляем претензии ко всем, мы говорим, те не работают, эти не работают. Так вот, если бы не работали вот эти системы защиты, то вы представляете, сколько бы украли денег? Не говоря о том, сколько их уже украли. Мы в прошлый раз с вами обсуждали эту тему, да? Я перед вашей передачей как раз-таки поднимала статистику, что за 6 месяцев только этого года уже украли 1 миллиард 200 миллионов рублей с карточек наших граждан. На 99% всегда люди в той или иной степени бывают виновны сами. К сожалению, но это правда. И основная причина кражи денег с банковских карт, да, об этом говорит тот же самый Сбербанк, это в том, что клиенты сами ведутся на обман, когда мошенники звонят им под видов сотрудников банков и выманивают вот эти деньги. Ну, как они это делают? Как работает вот эта социальная инженерия? Например, на телефон жертвы приходит сообщение. Приходит сообщение очень простое, что карта заблокирована, предлагаем вам позвонить по определенному номеру. Жертва перезванивает, оно на той стороне, да, телефонные трубки уже мошенники. Готовы помочь. Да, готовы помочь всячески. Как мы с вами уже говорили, что никогда нельзя звонить по номеру, который нам присылают. Вот это надо запомнить как априори, как вот данность, что никогда не звоните по номеру, который вам приходит в том или ином сообщении. Вы звоните по номеру, который у вас указан. Даже сотрудники любого банка говорят, позвоните, пожалуйста, по единому хотя бы номеру. Это уже точно совершенно будет номер вашего банка. Позвоните по этому номеру. А жертва делает следующее. Она, во-первых, переходит по ссылке, она звонит по этому номеру, а в дальнейшем происходит то же самое, о чем мы с вами говорили многократно. То есть жертва сделала первый шаг, и она уже не может противостоять этим мошенникам. Они дают ей инструкции. Вот они и прислали сообщение. Ваша карта заблокирована. Позвоните. Звонит человек по этому номеру, и дальше пошло. Инструкции, что нужно сделать для того, чтобы эту карту разблокировать. В итоге жертва сообщает и трехзначный код, и пин-код. Всю необходимую для мошенников информацию. Всю необходимую для мошенников информацию. И таким образом она лишается своих денежных средств. Вот у нас сейчас очень много попыток мошенничества в соцсетях. Именно вот не когда люди общаются между собой, да, а когда люди попадаются на удочку банков. Вот смотрите, допустим, существует какая-то в соцсетях страничка того же самого сберегательного банка. И там идет общение, да, на этой страничке официальное общение с сотрудниками банка. Так вот, мошенники под видом как бы сотрудников банков отправляют людям личные сообщения. То есть они лично отвечают на вопрос, который их заинтересовал. Они видят, да, вот у этого человека какой-то такой интерес. И, возможно, у него есть определенное количество интересующих нас денежных средств. Они ему личные сообщения, вот в этой переписке пишут, дают свой телефончик и пишут, что вот там Маша, Паша или Наташа, вот мы вас проконсультируем, позвоните. Человек звонит, либо он переписывается в этой соцсети. И вот так вот он попадается на удочку этих самых мошенников. Как это происходит? Вот эти вот мошенники, они представляются сотрудниками службы интернет-поддержки. Интернет-поддержки банка. И для того, чтобы произвести какие-то вот действия, да, там с вашей банковской карточкой и так далее, они просят от вас логин, логин вот регистрации вот в этой вот Сбербанку онлайн, допустим. То, что называется личный кабинет, может быть. Да, личный кабинет. Они просят логин, и они действуют очень хитро. Они никогда не просят пароль. Мало того, они пишут, категорически отказываются от этого пароля. Они пишут, что пароль нам не надо, зачем же нам пароль, мы же сами Сбербанк. Ну, это вот рассчитано как бы на вот какие-то вот быстрые такие вот примитивные ощущения. Потому что если человек не сообразил, он отправил логин, он пропал. Потому что эти люди, получив логин, они тут же дают запрос на восстановление пароля, а такая функция есть, они его не запрашивают, они его просто восстанавливают и тут же быстренько воруют все ваши денежки. Вот, к сожалению, это происходит вот так. Плюс еще, что бывает, другой вот прием, который выявили сотрудники именно Сбербанка, прием социальной инженерии, он следующий, рассылаются электронные письма с вирусами. Письмо, оно как бы приходит от какого-то контрагента, да, допустим, от телеком-оператора. И письмо такого содержания, что написано, вот, просим вас ознакомиться там с нашими тарифами, срочно-срочно, но это письмо направлено на то, чтобы вы раскрыли ту информацию, которая к письму прикреплена. Вот, когда вы входите вот в эту ссылку, там открывается такая вот программа вредоносная, которая вот запускается в ваше электронное устройство, и которая начинает быстренько считывать всю нужную информацию. Приходит в вирус, скажем так, и человек сам его активирует. Да, да, да. И более того, сейчас мошенники, они же у нас очень умные, они специально создают сайты, и сайты называются так, вот, был очень популярный сайт, вот не поверите, сайт назывался так, проверьте, не скомпрометирована ли ваша банковская карта. Вы понимаете, да? То есть люди туда захотели, вводили все свои данные и прекрасно теряли все свои деньги. С удовольствием видели, что карта не скомпрометирована, и на этом заканчивалась. Вы понимаете, да, вот люди ощущают, что это вот как будто какая-то игра. Но то ли это вот, как бы у нас уже установка, то ли мы к этому привыкли. Вот именно вот это вот общение электронное, да, оно неживое, соцсети и так далее. Вот появилась игра, проверьте вашу карту. И вот сотни людей потеряли свои денежные средства. Сотни людей. Что же делать после кражи, Ирина Анатольевна? Что делать? Если все-таки человек стал жертвой мошенников, есть ли какие-то варианты вернуть деньги? Ну, на самом деле, конечно, у нас в государстве действует закон. Этот закон действует с 2014 года. Этот закон называется «О национальной платежной системе». И там все расписано. Там расписана ответственность банков, там расписана ответственность клиентов банков, как кто должен делать и кто за что отвечает. Я уже неоднократно рассказывала и в предыдущей передаче, да, что должен делать клиент. Во-первых, он должен вовремя уведомлять банк. В течение вот первых суток он, банк, должен уведомить. Никакие обстоятельства его от этого, его обязательства не могут освободить. Но люди у нас это даже когда воруют мобильный и тут же банковскую карту, они вот как-то спустя рукава к этому относятся. То есть люди уже виноваты. Ну, потерял и потерял. Потерял и потерял, потерял, а потом когда-нибудь позвонят. Во-первых, банк надо уведомлять сразу. Но хочу вам сказать, вот поскольку у нас вот с вами идет такая откровенная беседа, существует такая статистика, Петр, что расходы наших банков по возмещению вот этих потерь клиентов за три года не изменились вообще. Ну, то есть они находятся на... Несмотря на рост таких случаев, да, и таких ситуаций. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. То есть банк в любом случае докажет, в любом случае, единичные случаи, когда деньги возвращают. И я не хочу сказать, что банк не прав. Банк не прав, не правы люди. Ну, банк это все-таки не социальная организация, да, коммерческая. Это, во-первых, это коммерческая организация. Во-вторых, это организация частенько, вот если мы говорим про крупные банки, частенько поддерживаемых государством, то есть это организация с государственной долей, да, и государственные деньги мы просто так с вами разбазаривать не можем. Поэтому там проверяется все серьезно. Не позвонил ты вовремя, ты виноват. Передал ты пин-код, ты виноват. Передал ты вот эти три циферки, это ты виноват. Потому что существует такое правило, мы об этом уже с вами говорили, и банкиры об этом знают, и правоохранительные органы об этом знают. Если ты держишь свою карточку при себе, и ты никому не сообщаешь эту информацию с банковской карточки, если карту украли, ты выполняешь все действия необходимые, то деньги у тебя украсть невозможно. Банковская карточка действительно защищена практически на 100%. И всякими вот этими чипами, и всякими новомодными введениями, и сканами пальцев на телефоне, все защищено. То есть то, что происходят вот эти кражи, это 99,9% это виновность людей. Я опять-таки повторюсь, это вот должна быть какая-то у людей тоже социальная ответственность. Понимаете, вот нельзя кричать, что «ах, вот вы виноваты, вот вы придумали вот что-то, а это что-то не улучшает нам жизнь, а портит». Получается, что вот хотели как лучше, да, получилось как всегда, но делается как лучше. Но, пожалуйста, кто за вас должен выполнять вот эти вот определенные минимальные правила? Понимаете, вот если мы купим телевизор и начнем по нему стучать, да, молотком, он же сломается. Да, и никто у нас его в гарантию не вернет, не возьмет. И никто не возьмет гарантию, понимаете, в чем дело. То есть настучал ты там в нетрезвом виде молотком, но ты сам виноват. А здесь ведь то же самое. Ну, люди кричат «караул», «караул», «разгул мошенничества». Но кто же вас заставляет сообщать мошенникам сведений? Кто вас, вот как вот мы говорили, да, вот эти поддельные банки, кто вот может человека взрослого заставить отправить полный комплект документов, там, справку НДФЛ-2 по форме, да, копию паспорта и так далее, каким-то мошенникам, которых ты в жизни не видел по электронной почте, плюс данные карты. Естественно, они с этим комплектом, там, и телефонов накупят, и в микрофинансовых организациях оформят кредиты. Да, это мошенники, да, но питаем-то почву, на которой развиваются вот эти вирусы, мы сами, вот в чем дело. Хотелось бы в нескольких словах, чтобы вы поговорили об опасности общественных Wi-Fi-сетей. Общественная Wi-Fi-сеть, сеть бесплатная, очень привлекательная для большинства пользователей, которые с мобильных устройств заходят в интернет, но, естественно, все, что бесплатно, оно таит дополнительные какие-то угрозы. Вот общественные Wi-Fi-сети. Ну, на самом деле, Петр, здесь совет один. Если вы хотите где-то воспользоваться услугами онлайн-банка, никогда не заходите в общественные сети, потому что об этом знают все правоохранительные органы, об этом знают банкиры те же самые, что мошенники уже давно научились скачивать вот эту информацию, когда вы заходите в общественные Wi-Fi в больницах, в аэропортах, в торговых центрах, в метро, в любых общественных местах. Если вы хотите воспользоваться этим, да, это удобно. У нас везде, у нас самая продвинутая страна по этому показателю. Это удобно. Хочешь посмотреть мультики, кино, пообщаться там в соцсетях? Пожалуйста. Ну, зачем ты заходишь в свой онлайн-банкинг? Никогда этого просто... Вот совет один. Просто никогда этого не делайте. Потому что мошенники уже вас ждут. Уже вас ждут. Эта система уже давным-давно отлажена. Они вас там ждут. И вот, что я еще хотела сказать. Вот у нас службы безопасности банков, у нас создают много там рубежей для того, чтобы все-таки даже для безалаберных людей, даже у которых там вот украли эту карточку, украли телефон, и все их защитить, чтобы последний вот у нас такой рубеж, это приходят смс-сообщения с кодом подтверждения, да, с просьбой подтверждения. Что я в связи с этим хочу сказать? Вот у нас опять-таки в целях экономии, или глупостей, или еще чего-то, у нас принято покупать карточки, сим-карты с рук. У нас вот почему-то очень принято. Вот у нас распространение, у нас постоянно вот ловят вот этих вот распространителей. И тем не менее люди у них покупают карточки. Понимаете, в чем дело? Что происходит? Вообще вот номер мобильного телефона – это вот самое слабое место, если к нему привязана банковская карточка. А сейчас молодые многие так делают. Они привязывают, это удобно. И мы с вами уже об этом говорили. Сейчас банки больше и больше переходят на эту бесконтактную систему. То есть вы подходите к терминалу, ничего не надо нажимать, ничего не надо вставлять. Вы должны купить нормальную сим-карточку, потому что вы к ней привязываете… Свой кошелек. Свой кошелек. Смотрите, что у нас бывает. Для того, чтобы… Для того, чтобы… Если у вас украли, допустим, данные вашей карточки, да, украли саму карту, или где-то там у вас официант в ресторане увидел данные вашей карточки со всех сторон. Вот он их записал, но что ему теперь делать? Да, и он записал, и он видит, что это там золотая платиновая карта, это крутой клиент, да, там есть деньги, он его знает. Для того, чтобы списать эти денежки, надо пойти в офис оператора и получить дубликат вашей сим-карты. Для этого нужно сделать сначала поддельный паспорт. Мошенники часто это делают, но тогда приходит уведомление, уведомление от вашего оператора хотя бы о пополнении счета. Вы увидите, что кто-то пытается сделать дубликат вашей сим-карты. Если вы покупаете вот с рук эту карточку, эта карточка может сама оказаться дубликатом. То есть у нас вот эти вот карточки, которые продают, они уже мошенниками продублированы. И когда у вас будут красть деньги, то все сообщения будут приходить вот тому мошеннику, у которого... Оригинал, скажем так, есть. Оригинал этой сим-карточки. Понимаете, вы сразу купили вот эту вот поддельную сим-карту, да, вы к ней привязали свои денежки, вы эти денежки потеряли. Вот это вот очень серьезная вещь. Вот это надо запомнить. Никогда не покупайте сим-карты с рук, потому что может произойти буквально вот все, что угодно. И такие случаи встречаются. А в чем опасность СМС-сообщений с поздравлениями, с какими-то другими сообщениями? Ведь есть же тоже возможности и с помощью вот этих сервисов воровать деньги. Есть возможности. И хочу вам сказать, что сейчас это стало очень большой проблемой, и все наши сотовые операторы с этим борются, и они на борьбу вот тоже затрачивают огромное количество денежных средств. Вот сейчас у нас с вами еще чуть-чуть, и уже будут новогодние праздники. Уже новогодние праздники, уже мы друг другу отправляем поздравительный СМС, и вот приходит вам поздравление. Их поздравлений много, мы их автоматически нажимаем, и там ссылочка. Открой там поздравление, открой картинку, открой там еще что-то. Ни в коем случае. Ну вот просто ни в коем случае. Если это не от мамы, не от папы, не от брата, не от сестры, если это не на 100% близкий для тебя человек, ни в коем случае. Потому что что происходит? Вы нажимаете, и тут же вредоносное программное обеспечение проникает в ваш гаджет. То есть гаджет становится не нашим помощником, он становится нашим врагом. Потому что вот это вот программное обеспечение, оно умеет все. Оно умеет загружать и устанавливать другие программы. Оно быстренько собирает всю информацию о пользователе, о его банковских транзакциях, о паролях, обо всем. Понимаете? Вот просто обо всем. И я уже, мне кажется, уже в какой-то вот встрече я приводила определенную статистику. Могу вам сказать, что вот один из интернет-операторов за этот год пока что статистики нет, есть статистика за 2017 год. Так вот, за год в антиспам-системе одного из операторов было заблокировано 57 миллионов СМС такими ссылками на вредоносные программы. И было выявлено более 15 тысяч вредоносных ресурсов. То есть, ну просто, ну не нажимайте в эти ссылки. Ну то есть, огромный-огромный бизнес. Огромный бизнес. Теневой, преступный, но работающий на отъем денег у честных граждан. Ну, если мы говорим о том, что за 6 месяцев этого года с карточек уже ушло почти полтора миллиарда денежных средств у наших граждан, ну вы можете посчитать. То есть, мошенники не скупятся. Это только те случаи, о которых граждане заявили. Да, это только. Не постеснявшись своей глупости. И что я еще хотела сказать. Вот опять-таки, про молодых. Я говорила, как бы, что надо карточки разделить вот людям старшего возраста, пенсионную карточку, отдельно выделить карточку, на которую там складываются денежки. Я, честно говоря, то же самое советую делать и молодым. Вот они сейчас карточки подключают, вот эти бесконтактные. А дело в том, что вот у нас вот просто пошла волна. Мошенники накупили специальные аппаратики. Едут люди с утра в метро на работу. И обычно на этих бесконтактных карточках, там вот бывает у них такой небольшой лимитик по 1000 рублей. Вот они с этим аппаратиком подходят к сумочкам, прикладываются. И пока люди доезжают до работы, они себе понесли за заработку. Они уже заработали. Петр, это ужасно. Это ужасно. Но опять-таки, это, в принципе, ведь не так сложно. Имейте пустую карточку, имейте карточку, на которой деньги. У вас всегда телефон в руках. Вы пришли что-то купить, вы быстренько. Но я не знаю, как ваши дети. Да, вот мои, например, у меня сын очень быстро. Вот он заходит в магазин, раз-раз перевел. Сколько денег нужно, оплатил. Все, карточку надо держать. Но, к сожалению, это так. К сожалению, это так. Ирина Анатольевна, ну вот сегодня в очередной раз очередная порция такой серьезной и достаточно тревожной информации. Да, ну и давайте все-таки закончим на какой-нибудь более оптимистичной, скажем, просто веселой, может быть, не оптимистичной ноте. Есть ли какие-нибудь курьезы, которыми можно было бы завершить наш сегодняшний выпуск? Петр, вы знаете, вот трудно назвать курьезами мошеннические схемы. У нас был такой предприимчивый приезжий из Смоленской области. Тоже он у нас специализировался на людях старшего возраста. Очень хорошо он заработал, получал такую даже повышенную по московским меркам заработную плату. Я вам сейчас расскажу, как. Он ходил по центральным улицам города Москвы, приезжал из своего Смоленска и ходил у нас тут гулял. У него был кошелек, наполненный пятитысячными куперами. Но все эти пятитысячные купюры, вот кто понимает, это купюры были банка приколов. Но тем не менее он ходил с толстым кошельком, прилично одетый, ходил по центральным улицам и высматривал не просто пожилых людей, а вот совсем возрастных, тех, кто уже плохо видит, но при этом людей порядочных. И подходя к этим людям, он делал вид, что он этот кошелек уронил и как бы это не заметил. Естественно, пожилые люди подбирали этот кошелек, его откликали, и он в таких вот чувствах благодарности пытался этих пожилых людей отблагодарить. Но поскольку у него кошелек наполнен пятитысячными купюрами, он объяснял, что вот не разменяете ли вы мне, я вот вам благодарность оставлю. Естественно, пожилые люди им эти пять тысяч меняли, он всем оставлял по тысяче, а четыре тысячи нормальных денег он забирал себе. И у него такая вот была среднемесячная зарплатка, где-то вот сто сорок пять, сто пятьдесят тысяч рублей. Неплохая, согласитесь, даже для Москвы, неплохая заработная плата. Приехал из Смоленска, прогулялся по московским улицам, денег заработал, мошенника поймали, молодой парень, по-моему, 29 лет ему. Дело находится в бабушкинском суде. Вот такая вот мажорная нотка вот у нас с вами в конце, что все-таки, все-таки мошенников ловят. Но для этого мы должны проявлять какую-то свою гражданскую позицию. Мы не должны наплевательски относиться ни к власти, которая все-таки, что мы же делаем, мы же для этого работаем. Вот посмотрите, Петр, я ведь могла бы не заниматься вот этим, да, вот этой программой. Да, естественно, это не ваша прямая обязанность. Это не моя прямая обязанность, но я пытаюсь людям помочь всеми возможными способами. Далеко не все мне благодарны, но это и не важно. Я занимаюсь вот этой программой. Я прихожу, рассказываю, и я знаю, что вот даже проходят у нас встречи, все равно люди благодарят, до кого-то эта информация доходит. Это как сарафанное радиодействие. Как сарафанное радио, да. Кто-то пришел, рассказал, кому-то это помогло. Кому-то оно помогает. Вот мы с вами сняли передачку, люди посмотрели. И дай Бог, что эта информация им в этой жизни пригодится в нужный для них момент. Они о ней вспомнят, и она им будет нужна. Ирина Анатольевна, спасибо огромное за то, что в очередной раз помогли нам проинформировать наших телезрителей о способах, современных способах мошенничества. Я действительно надеюсь, что об этом стоит рассказывать, и рассказывать нашим телезрителям как можно чаще. Я надеюсь, что ваша программа «Защитим старшее поколение от мошенников» будет и дальше развиваться. Тем более, я знаю, что она уже достаточно давно вышла на федеральный межрегиональный уж точно уровень. Удачи вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи была Ирина Анатольевна Гайворонская, которая является заместителем председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», президентом благотворительного фонда «Счастье жизни». На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...